Она начала свой карьерный путь почти 30 лет назад в Щелковском районе. Теперь Марина Языкова поднялась на новую ступень. Министр культуры Московской области на торжественной церемонии в Королеве наградила медалью и званием «Заслуженный работник культуры Московской области». Известный в районе организатор и сценарист Марина Языкова не раз участвовала и побеждала во многих конкурсах и фестивалях. Среди них победа в 2010 году в конкурсе «Лучший руководитель муниципальной организации культуры». Была удостойна грамотами губернатора и министра культуры Московской области. А таких, как она, говорят, что эти люди – служители искусства. Руководителю литературно-драматургической части отдела по концертной деятельности Муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Щелково Театрально-концертный центр «Щелковский театр» Щелковского муниципального района. Впечатление самое приятное, безусловно. Приятно получить награду из рук министра культуры Московской области Оксаны Валентиновны Косаревой. Безусловно, очень волнительно. И хотя я отметила, что я по роду своей деятельности очень часто была ведущей различных мероприятий, где проходят награждения. Наверное, когда я провожу это награждение, я более спокойно себя веду, нежели когда я вышла получать награду лично для себя. За плечами у Марины Языковой работа в Щелковском районном дворце культуры в Комитете по культуре администрации Щелковского района в культурном комплексе «Славия». Сегодня она руководит отделом по концертной деятельности в Театрально-концертном центре «Щелковский театр». Награды получило больше 10 человек. Церемония награждения прошла на масштабном заседании Педагогического совета руководителей образовательных утверждений. В зале собралось свыше 400 участников из 58 муниципальных образований. Среди них руководители органов управления, директора школы искусств и центров дополнительного образования. Как мы будем жить в следующем учебном году? Поэтому это мероприятие даже больше методическое. Говорили о культуре и ее проблемах, грядущих задачах и итогах за прошедший год. Среди докладов уделили внимание прохождению оптимизации учреждений доп. образования. Реформа и слияние юридических лиц – это одно. Но закрытие ни одной школы, Министерство культуры не допустит. Ни один педагог не пойдет на улицу, и ни один ребенок не будет лишен возможности заниматься в наших учреждениях дополнительного образования. Марина Познякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!